Всем привет! Очень рада вас сегодня видеть на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить теме, что делать, если у меня небольшой половой член. Ну, или маленький, будем говорить так. И многие считают, действительно, что в состоянии эрекции маленький половой член, это по всем данным, по всем рекомендациям, меньше 10 сантиметров. Что же с этим делать? Давайте сегодня, друзья мои, разберемся с этой темой. Действительно, у многих мужчин есть комплекс, потому что размер полового члена небольшой. И опять же, если мы говорим вообще в целом про тему размера половых органов, то это такая больше мужская тема, так как женщины обычно на это не обращают особого внимания. И, как вы уже знаете, по статистике, малый процент женщин, кто прямо бы очень хотел строить отношения с мужчином, у которого очень большой половой член. И если вы спросите многих женщин, они могут сказать, ну да, нам вроде бы хочется. Но проблема в том, что мужчины реально комплексуют по этому поводу. А женщины порой сами не знают вообще, чего они хотят и какой половой член они хотят. И также вы наверняка знаете про то, что практически 80% женщин не испытывают оргазма, особенно женщин, которые находятся в браке. Именно потому, что какой бы ни был половой орган мужчины, женщины в принципе не испытывают оргазм. И вот в этом-то вся ключевая роль, что часто мужчины и женщинам, это действительно важно, что совсем с небольшим половым членом женщины доставляют удовольствия больше, чем мужчины с большим половым членом. Почему так получается? Потому что мужчины как раз, как я уже многократно говорила, реально заморочены, зациклены на эту тему, как большой, малый и так далее. И если мужчина понимает, что да, вроде бы половой член не такой большой у меня, тогда он узнает там, а как вот так сделать. И, кстати, многим женщинам как раз нравится во время возбуждения именно не длина полового члена, а именно диаметр, да, то есть обхват и толщина, и они реально многие, когда в момент возбуждения, особенно с воздействием на клитор, ощущение гораздо круче, когда вот именно стенки влагалища, да, вот массируются вот этими движениями, то есть движущимися, да. Поэтому и у мужчин, у которых совсем небольшой половой член, действительно, они умеют удовлетворять многих-многих женщин, и женщины даже получают оргазм. Поэтому, опять же, это такой вот момент, как бы больше замороченности возникает у мужчин, да, что вот что же делать с этим. Так вот, друзья мои, что же делать? Совершенствовать, безусловно, навыки сексуальные. Это очень важно, так как как раз, когда вы уже, зная, что да, там может быть половой член небольшой, но и, кстати, многие мои пациентки про это говорят, что да, половой член небольшой, но я получаю столько удовольствия, сколько не получала с другими мужчинами. И ещё момент один скажу я вам по секрету, дорогие мои мужчины, что женщины, когда вы с женщиной встречаетесь, ведь не факт, что женщина уже вот познала кучу половых членов, у неё есть характеристика, что вот это там маленький, это такой, это такой, этот большой. Да нет, друзья мои, у кого-то был один мужчина всего, у кого-то там два мужчины, и женщине как бы у неё нет таких заморочек, то есть она в целом получает удовольствие. И удовольствие женщина бывает получает не от самого вот этого полового контакта, а вот именно от изюминки, почему мы иногда думаем, он такой вот вроде бы он, ну и некрасивый, вроде бы такой вот он, и не накачан, опять же, предел красоты, идеал красоты у каждого свой. Но почему вот с ним вот такая вот красивая женщина? Потому что есть определённые моменты, которые возбуждают женщину. Это закладывается на генетическом уровне. Кто-то возбуждается от запаха, кто-то возбуждается от там, допустим, лица или рук, да, то есть от каких-то моментов, от каких-то триггеров. Что бывает, даже мужчина там, который работает в автомастерской, возбудит конкретную женщину. Почему-то, потому что у неё папа работал в автомастерской и всегда её водил, и для неё вот этот запах, как бы запах силы, запах защищённости. И она реально будет тянуться к такому мужчине. Хотя вроде бы по всем там остальным параметрам думаешь, ну господи, ну как же так, да? Вот, поэтому здесь половой член уже стоит на таком вот как бы десятом месте. И действительно ведь женщины, я вам уже про это говорила, практически в течение 30 секунд, глядя на вас, женщина, не зная, какой у вас половой член, она точно скажет, хочет она с вами переспать, ну в теории, да, то есть, конечно, не каждому мужчине, а в теории женщина уже понимает, хочет она с вами переспать или не хочет. И здесь как раз вот момент не в размере конкретно полового органа. И как я уже сказала, действительно мужчины, у которых небольшой размер полового органа, они доставляют женщинам массу удовольствия. И мужчины, конечно, и с большими половыми органами тоже умеют. Поэтому и в этом моменте мы не должны как-то комплексовать и как-то зажиматься. То есть, здесь наоборот, нужно прокачивать вашу сексуальную энергию, прокачивать ваши сексуальные навыки. Это действительно очень важно. Поэтому вас я приглашаю в свою онлайн-школу, как улучшить вашу сексуальную жизнь, как вообще вернуть былую страсть, устроить себе медовый месяц и получить те чувства и эмоции, которых раньше вы никогда не получали. Ссылочку оставлю под описанием. Обязательно переходите, регистрируйтесь, и мы начинаем активно прокачивать вашу сексуальную энергию. Если у вас остались вопросы, пишите мне в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал для того, чтобы не пропустить следующее видео. А я вам желаю огромной любви, страсти и всего самого наилучшего. Пока-пока!